Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня мы беседуем об уникальной и легендарной личности поэтессе Ларисе Андерсон с одним из самых больших знатоков ее творчества с Тамарой Калиберовой. Здравствуйте, Тамара! Здравствуйте! Тамара Калиберова – журналист, исследователь и хранитель архивов Ларисы Андерсон, чья судьба была тесно связана с Владивостоком. Тамара стала тем энтузиастом, кто открыл для широкой аудитории имя Ларисы Андерсон – одной из первых красавиц русской эмиграции, поэтессы, танцовщицы и путешественницы. Знакомство и многолетняя дружба с этой легендарной женщиной вылились с дядей Тамарой Калиберовой в проект «Русские без России», а также книгу «Одна на мосту», куда вошли стихи и воспоминания поэтессы. В настоящее время уникальные вещи из архива Ларисы Андерсон можно увидеть на выставке, которая разместилась в Пушкинском театре. Вам посчастливилось быть лично знакомой с этой красивейшей, уникальной и талантливой женщиной. Давайте это станет нашей отправной точкой, история вашего личного знакомства с Ларисой Андерсом. Это была осужденная встреча. Мне показал ее карточку один наш приморский историк, который занимался бремовскими делами в архивах. И когда я увидела эту карточку, она такая для личного дела. Она все равно была такая прекрасная, Лариса на ней. И я выхватила глазом, что рядом личные записи, записи личного дела. Написано, что она родилась 25 февраля. Я отметила, что я тоже родилась 25 февраля, что она родилась в Хабаровске. Я отметила, что я тоже родилась под Хабаровском. Ну и потом выяснила, что отцы у нас Николай, а наши родственники жили в Пружанок, город Пружан. И я тогда, помню, сказала, я обязательно с ней встречусь. Я не поняла, почему я это сказала. На меня посмотрели как на немножечко малахольную, ненормальную. И тем не менее, спустя почти два года эта встреча состоялась совершенно необыкновенным образом. Мы общались всего несколько часов. Так получилось, что я приехала поездом. Я думала, что она живет в Париже. Она жила не в Париже, а в отдаленном городке, глубинка Франции, городок Сан-Жо, небольшой, там 7 тысяч жителей. И нужно было добираться поездом с двумя пересадками. И все закончилось тем, что как только Лариса приготовила французский ужин, и мы начали общаться, и я приготовилась задавать ей кучу вопросов, потому что рано утром надо было уезжать. Она посмотрела на часы и сказала, что уже 10 часов. Вы знаете, я в 10 часов уже иду отдыхать. Но за этой вот такой встречей, казалось бы, я была очень расстроена, разочарована. Но потом последовала череда наших встреч у нее в доме, когда мы стали разбирать ее архив, и у нее же глаза не позволяли ей это делать. И мы в течение практически 10 лет работали над созданием ее книги, разбирали архив, читали письма. И вот действительно я верю в какие-то такие вещи, которые просто предназначены судьбой, наверное. Если наши зрители не знают, стоит отметить, что Лариса Андерсон прожила очень долгую жизнь, 101 год. И по сути, чисто арифматически Владивосток занимал крошечную часть этой жизни. Но это был очень важный для нее город и важный период. Я права в этом. Расскажите, вот с каким чувством и с каким отношением она вспоминала Владивосток? Она вспоминала Владивосток с придыханием, но еще с большим придыханием она вспоминала остров Русский. Потому что вот для нее это была сказка жизни. Она, во-первых, там научилась плавать, она безумно любила море. И когда вот мы работали над книгой, и уже все шло к завершению, она как-то закурила и говорит, «Я бы хотела умереть на Русском острове, но понятно, что этого не произойдет». И она написала такое пронзительное стихотворение «Я буду умирать, не спорю». И как раз вот на эту тему. А Владивосток она прекрасно помнила. Она здесь ходила в зеленую гимназию. Она же здесь даже и у нас вот на выставке, которую мы здесь сделали в Пушкинском театре, есть редчайшая фотография, где она в гимназической форме. Фотография Подзорова. То есть это, скорее всего, 1921-1922 год. И она такая стоит красивая, строгая. И на обороте надпись «Моей подруги Тани от Ляли Адерсон». Потому что фамилия у нее была Адерсон, а уже Андерсон – это ее литературный поэтический псевдоним. Андерс – это уже танцевальный и прочее. Так что она вспоминала. И причем, когда мы стали говорить, она говорит, «Я помню, помню. Сначала идешь по Алиутской, потом поворачиваешь на Светланку. И идешь, вот я шла в гимназию». То есть она настолько… ей хотелось, конечно, говорить, она расспрашивала о городе. А почему у нее не было попытки вновь оказаться здесь? Она в СССР приезжала, она приезжала к тетушке в Киев три раза. Но вот сюда добраться, во-первых, наверное, тогда, когда она была полна сил, и, может быть, она об этом даже и мечтала, хотя она об этом не говорила, но город был закрыт. А потом это все стало сложнее, и самое главное, у нее была кошачья, большая кошачья семья. И она их не оставляла, она их никому не доверяла. Это вот для нее, как, ну, наверное, маленькие дети в семье. Это действительно так. И она никуда не отличалась более чем там на два-три дня. Мы знаем, что всевозможные виды творчества сопровождали эту удивительную женщину на протяжении всей жизни. Она была и поэтом, и был период, когда она занималась танцами и работала в качестве модели. Что вы, как большой знаток ее жизни и творчества, выносите на первый план? Вот как вы ее определяете прежде всего? И какие свидетельства вот ее творчества есть здесь, на этой выставке? Как мы уже сказали, мы находимся в Пушкинском театре, где представлены уникальные образцы и свидетельства ее жизни и творчества. Вы знаете, ее трудно вот разъединить. Она была очень гармоничным человеком, очень цельным. И это все в ней присутствовало. Я думаю, нельзя отделить ее поэзию от танцев, потому что, ну, это так. Вот, потому что она говорит, танцевать я любила. И когда зарабатывала на жизнь, и многие говорят, ну, это зарабатывать на жизнь. Но я не только зарабатывала на жизнь, я просто любила танцевать. Это для меня было, ну, как бы, вот, как дышать. А стихи, она говорит, я люблю писать стихи, потому что они приходят ко мне. Они приходят, и потом, когда их надо уже немножечко отделывать, это доставляет уже, может быть, какие-то трудности, сложности. Фраза крутится в голове, ты просыпаешься в среде ночи. Но в то же время, вы знаете, она действительно такой тонкий, глубокий человек. И стихи у нее, как Вертинский признавался, ну, писал о ней, что вы скупы, и это очень большое достоинство поэта. Потом она очень любила жизнь, она очень любила красоту, очень любила природу. Она любила ездить верхом, ломалась, падала, муж с ней спорил, то два ребра сломала, то три ребра сломала. И при этом восстанавливалась и продолжала опять. И вот это ее восприятие жизни, оно было всегда таким, я не скажу, что радостным. Ее называли вчераевцы философ. Она очень глубоко, когда начинала какие-то вот вещи отслеживать, она очень глубоко, она говорит, я зарываюсь глубоко, мне потом оттуда трудно выбраться. И при этом я никогда не слышала от нее, сколько мы с ней встречались, ни одного плохого слова, ни о ком. Она очень терпимо относилась к людям. Она умела принять и понять каждого. И вот эта ее переписка, которую она вела почти 50 лет, больше 50 лет, когда уже оказалась во Франции, и в своих путешествиях. Вот ее письма читаешь с авторами. Вот здесь, кстати, письма Валерия Янковского, письма Александра Вертинского. А в письмах тоже вот это чувствуется. Даже в письмах, когда там пишут друг о друге, она всегда всеми интересуется. Неделимая она была. Она была очень цельным таким человеком. И это так. Иногда нам было очень сложно работать над книгой, потому что она говорила, я сегодня не расположена. А я не могла быть не расположена, потому что я приезжала на короткий период, и нам надо было как-то двигаться. И вот как-то вот это всегда возникало, этот вопрос. Ну, потом как-то мы его решали. Но я так сейчас часто вспоминаю. Она очень любила камин, душа дома. Когда кошки ее себе облепляли, она гладила. И вот эти шли воспоминания. Это незабываемо, конечно. Вообще ее слушать было удовольствие. У нее такая громадная речь. И она всегда тоже очень выразительная, очень точная, емкая. И такая очень краткая. Вы сказали, описывая ее, что Лариса очень любила и ценила красоту. Но мне кажется, по большому счету, она и сама была воплощением этой красоты. Я не знаю, более редкой красавицы сложно себе представить. А вот скажите, пожалуйста, по вашим ощущениям, как она эту красоту несла? Осознавала ли она свою уникальную внешность? Была ли она кокетлива? Любила ли она наряжаться? Вы знаете, что-то вот об этой стороне ее жизни? Вот когда я с ней встретилась, она уже, конечно, очень к своей красоте относилась скептически. Но даже когда я перечитывала ее дневники, и она сама пишет, что мне часто ее старшей дамы, которую хотели устроить ее судьбу, она очень долго не выходила замуж после первого брака, и всяческие говорили, Лариса, ну что ты творишь? Ну ты такая красавица, ну ты можешь прийти на пати чуть ли не в штанах, в которых ты копалась в своем садике с цветочками. И даже один раз кто-то ей сказал, а ты знаешь, что у нас сейчас в Шанхай существует прическа а-ля Ларис? Она говорит, нет, не знаю. Она говорит, да вот это твои волосы, которые никогда не причесаны, не уложены. То есть она была такая, она сама говорит, я босячка по натуре, в босячке в каком смысле? Она любила лазать там по горам, по деревьям, она любила гулять, где-то ходить, наслаждаться природой. И поэтому, я думаю, тогда она как-то не ставила это на пьедестал. Она была очень естественная, искренняя, и она часто меня это подводила. Но тем не менее, я жила, как я жила. Танцевала, писала стихи, вела дневники. У нее дневники еще замечательные очень. Она очень много там размышляла. И, кстати, в дневниках, знаете, удивительное дело, она писала письма, сначала делала набросок письма, как черновик. И вот в одном из дневников за 1938 год, я вижу, написано Александр Николаевич, а она пишет Вертинскому. Вертинский написал в Шанхае, и он ее зовет в Циндау. Циндау, 1938 год, у него есть стихотворение «Ненужное письмо». Приезжайте, не бойтесь, мы будем друзьями. Нам обоим пора от любви отдохнуть, потому что уже никакими словами, никакими стихами ее не вернуть. И когда мы нашли его два письма, вот в архиве Ларисе, и в одно из песен было вложено это стихотворение. И оно было набрано на машинке, и там не было посвящения, и нигде нет посвящения Ларисе в изданных им книгах. Но это, когда я открыла, я сопоставила, и я поняла, что это так. Это ей адресованное письмо, но просто он его уже без посвящения сделал. Но оно было вложено в его письмо, которое... Второе письмо, которое не опубликовано, которое такое личное очень. Цитата его звучит у нас в спектакле, потому что Лариса сказала, что его можно опубликовать, когда не будет ее и не будет жены Александра Вертинска. Хотя там просто письмо влюбленного мужчины, который какие-то вещи про нее говорит очень правильно, он ее очень хорошо понимал. Это тоже вот характер их отношений, потому что многие интересуют, а что там у них было, какие у них были отношения. Но это, в общем-то, это все не так однозначно, скажем. Дело, опять же, в другом для Ларисы, потому что она особенный была человек, и в любви, и в дружбе, и в отношении к людям. Не уставала ей вот восхищаться, удивляться. А потом, когда мы познакомились в 97-м году, это ей было 86, и когда она стояла на голове, она садилась на шпагат, она же йогой очень много занималась. И у нее отношения, вот это, видимо, йоговская еще привычка, и медитация утром у нее, вот она не разговаривала, очень мало говорила. Она была как-то вот сама с собой, как бы к чему-то прислушиваясь, о чем-то там думая. А потом уже какой-то такой начинался разбег дня. Уже шли дела такие обязательные, та же книжка, которая наворчала иногда. Ну, а что делать? А сначала это было отдано вот как-то так. Как будто она отстраивалась я внутри. Вот знаете, настраивала на этот день. И вообще она могла молчать, и не тяготила это как-то совершенно. Вы уже в своем ответе упомянули, что помимо выставки здесь, в Пушкинском театре, будет представлен и спектакль, который, собственно, так и называется «Лариса». Один спектакль, конечно, вобрать в себя все аспекты жизни не может. Вот каким образом вы выстраивали именно образ спектакля? Как он, на что он опирается в первую очередь? Вы знаете, идея спектакля принадлежит Виктории Василькевичу, актрессе, она режиссер театра-студии «Окно». И сначала мы так выстроили нашу работу. Я просматривала дневники и старалась выписывать там не то что фразы, но даже отдельные куски, чтобы говорить, это как будто говорит Лариса. Она действительно, это ее язык, ее мысли. Там очень много действительно спектаклей из фраз, которые Лариса говорит как от первого лица. Но выстраивала всю, так сказать, ход этот сделала Виктория, предложила, она вот ход сделала, что это встреча Ларисы с журналисткой из Владивостока. И в эту конву укладывается отношение с Вертинским, с Граниным, идут воспоминания. Вот поэт, который в нее был влюбленный, трагически закончилась его жизнь. Там звучит много стихов. Есть хроника хорошая, дореволюционная Владивостока. Есть много фотографий, которые идут на экран. А есть два реконструированных танца. Танец Ивушкой и танец Шарфом. Реконструкцией занималась Виктория Волкогонова, доцент кафедры сценического движения и танца нашего института для невосточного искусств. Это была огромнейшая кропотливая работа. И смогли мы ее сделать, потому что в Ларисином архиве сохранились нотные записи танца. И описание она от руки. Вот вы увидите Ивушку. Вот здесь вот она в одной из витрин представлена. И Виктория все это пошагово выстраиваясь, привлекла Леонида Букина, который, естественно, музыкальную часть делал. И все это сложилось, и Виктория Волкогонова танцует на сцене. Она их показывает, эти танцы. Эти танцы мы можем увидеть такими, как их придумала Лариса. Когда я готовила материал для большой статьи, вот именно о танцевальной жизни, я насчитала, то есть очень много всего пересмотрела, около 80 танцев. Известно, которые она танцевала в Шанхае. Не только авторские, разумеется. И она была такой, она характерная танцовщицей была. И она была такая, она очень любила экзотические танцы. И она в оперетах, когда выступала, Росмарии, Болсовой, вот гавайские, гавайские вот эти танцы, они ей очень удавались. Потому что в ней вот это было, ну, как с современникой говорили, Лариса вся огонь, вся эстома. Вот она могла. Такое вот тело, она говорит, когда я начинаю танцевать, каждая клеточка у меня знает свой порядок. И она безумно любила танцевать. И я рада, что мы сделали этот спектакль, потому что, ну, это непростое дело. И нам Виктория вот молодец, что она вышла как-то там с этой идеей. И очень это волнительно. И очень всегда волнуюсь я, когда смотрю. Потому что для меня вот это какой-то вот новый, новый такой подход к теме. Если это можно так выразиться. Первые премьеры их приняли очень хорошо. Вообще, можно с удовольствием отметить тот факт, что в последние годы интерес к жителям Владивостока начала XX века очень возрос. И интерес к семье Янковских, и Юл Бринер, да, и семейство Бринеров, и, собственно, Элеонора Прей. И вот Лариса Андерсон, я надеюсь, также станет одним из главных символов Владивостока. Вот не было ли идеи создать, может быть, маленький какой-то музей или постоянную экспозицию? Или что-то, какой-то уголок, который бы вот постоянно нёс в себе информацию и память о Ларисе Андерсоне? Вы затронули самую болезненную для меня тему. Как болезненную? Я, конечно, мечтаю о том, чтобы появился музей Ларисы Андерсон во Владивостоке. Может быть, на базе музея русского зарубежья, о котором мы давно говорим, потому что Владивосток – последняя точка исхода русских в эмиграцию. Но очень хочется, чтобы он стал Владивосток и точкой возвращения, потому что это спектакль ведь об эмиграции, о нашей русской эмиграции в Китай, о той, о которой мы ничего не знали. Мы возвращаем из-за бытия эти имена, эти фамилии. Мы с того света их возвращаем, потому что кто знал Гранина, кто знал Сергина, и сейчас их никто не знает. Николая Щеголева, Василия Логинова. Вот эти имена нам ничего не говорят. Это были прекрасные поэты, не говоря там Арсений Несмелов. Да, мы его знаем. Валерий Перелешин, конечно, мы ему отдаем долг. Мария Анна Колосова, это понятно. А сколько их еще было? Да, и сколько их, как бы, перечеркнули черным крестом, и мы знаем, а мы должны все-таки вернуть их, вернуть в Россию. И от этого мы станем только сильнее, крепче, мудрее. Я так думаю, что надо это... Красные и белые у нас пока так, к сожалению, это деление на красных и белых, оно еще не ушло, это еще болезненно, это еще болит. Но нельзя, нельзя нам разъединяться, нам нужно объединяться, потому что разъединяться все равно, что лететь с одним крылом. И вот здесь должны быть такие точки, вот такие точки силы, точки красоты, я не знаю, точки будущего. Вот такой музей очень нужен. Чем больше будет вот этих точек, тем более такая коллекция уникальна, ее нельзя делить. Там и письма, и дневники, и фотографии, и стихи, извините, подиумные наряды в прекрасной сохранности, они по 80 лет этим платьям, кто скажет. Масса еще всего, некоторые картины есть, и портрет Ларисы. То есть надо, чтобы это работало. И пусть будет и музей Элеоноры прои замечательный. Вот памятник есть, и вот хотят все-таки сделать. Я только за обеими руками, но пусть при этом будет и музей Ларисы Андерсен. Почему нет? Она с такими, ну то есть там... Да, конечно, это всех настолько обогадит. Да, это могут люди приходить работать, и с ее там архивом. Надо просто вот такое решение принять, и как-то город нас начинать его опять возрождать, укреплять в духе, в духе. Потому что это наша история, это наше будущее. Хочется, чтобы были такие вот... чтобы это у нас было в каком-то таком духовном плане, и культурном, и историческом, и просто в жизненном плане, когда человек может вот так идти, зайти в музей, посмотреть, менять экспозиции, можно... Это... Очень бы хотелось, чтобы это произошло. С надеждой, что этому будет суждено осуществиться, я думаю, мы с вами завершим наш разговор. Благодарю вас за эту беседу, мне было очень интересно и приятно. Я вас благодарю, вы прекрасный слушатель, и мне очень приятно было тоже с вами поговорить. Спасибо. Повспоминать. Спасибо.